Первое. Для того, чтобы аттестация была честным процессом, для того, чтобы отбор полицейских новых был честным процессом, мы открываем уже завтра, и вас всех приглашают в 4 часа, центр рекрутинга с помощью наших международных партнеров. Что это значит? Центр, который будет заниматься отбором и переаттестацией, оценком полицейских. Хочу вас уверять, что в рекрутинговом центре ни один, ни один человек, который работает в национальной полиции, не вовлечен. В рекрутинговом центре работают очень квалифицированные люди, которых нанимают наши международные партнеры, и вот вся эта система отбора и рекрутинга будет на них стоять. Еще аттестационная комиссия, куда я призывала всех членов общества и говорила, еще раз призываю, что, пожалуйста, если вы хотите поменять страну, идите к нам. Если вы хотите поменять страну, чтобы полиция стала настоящим вашим полицией, а не старая милиция, у которой, правда, реально есть к нему вопросы, то, пожалуйста, идите к нам, занимайтесь процессом. Мы открыты и мы сотрудничаем. Опять повторяю, что самый главный метод борьбы против коррупции является открытость и прозрачность. Вы знаете, очень много скептиков, и я не буду сейчас, как бы, я буду очень честно говорить, что очень много скептиков говорят, что да, они, так как бы, комиссия выгоняют людей, которые много лет занимались там профессиональным, у них очень хорошие профессиональные навыки, что они являются хорошими людьми, что, как бы, после этого, как они оставят ряды полиции, все пропадет, я хочу вас уверять, что ничего не пропадет. Самая большая проблема, которая сейчас у нас в стране существует, это скептизм. Это те люди, которые просто смотрят и говорят, что ничего у нас не получится. А, опять то. Нет. Самая главная проблема – это у нас скептизм. Для того, чтобы побороть коррупцию, для того, чтобы наша страна стала настоящей демократической страной, развивалась, для этого надо очень много работать. Мы поменяли полностью структуру и концепцию Департамента внутренней безопасности. Я думаю, что Департамент внутренней безопасности должен стать мостом между обществом и аппаратом национальной полиции. Очень скоро с помощью наших международных партнеров в Департаменте будет развиваться колл-центр, где каждый гражданин Украины может позвонить и просто поговорить с нашими сотрудниками, что вот у этих людей есть какая-то проблема. Мы будем реагировать, и мы будем реагировать очень жестко. Самое главное, самое главное – мы постепенно будем менять функционал. Мы постепенно перестроимся, потому что нам нужна настоящая современная национальная полиция. Мы постепенно будем объединять следователей и розыск, и будем создавать так называемых детективов, которые будут работать как одна команда, и которые будут знать, что они не только расследуют или только занимаются улицей, но они работают как одна команда. Постепенно новые законы, постепенно новые зарплаты. И я очень надеюсь на поддержку парламента, президента и правительства, потому что если у полицейских не будет нормальной зарплаты, то бороться против коррупции, конечно, мы не сможем. Так что новые зарплаты, хорошая материальная техническая база, и мы очень много работаем тоже с нашими партнерами, донорами, компьютеры, машины, бензин и так далее. Вот все эти компоненты станут главными инструментами для того, чтобы мы полагались на нашу настоящую полицию. Переаттестация закончится где-то 6 после 6 месяцев. После Киев, Киевской области, мы начинаем Львов и Хмельницк, и потом постепенно будем развиваться. Рекрутинговые центры, которых поддерживают наши партнеры и иностранцы, будут еще развиваться по многих городах Украины. Набор патрульную полицию тоже продолжается. Мы будем еще работать и будем набирать людей, обычных людей, у которых есть вера, что они могут работать в полиции, на вакансии следователей, оперативных агентов, на руководящие должности. Так что опять повторяю, что моим главным инструментом в борьбе против коррупции – это открытость, прозрачность и честность. Работать я не боюсь. Мы, как наша команда, работаем 24 на 7, и мы думаем, что если у нас будет ваша поддержка, то у вас скоро будет ваша настоящая полиция.